Жители страны могут сами решать, как будет выглядеть двор, в котором они живут. В регионах началась приоритетная программа по благоустройству территорий, мест общего пользования, парков и скверов, городская среда. Из Якутии в программу попали 8 городов. Одну из самых крупных субсидий из федерального бюджета получит Якутск. Как будут осваивать выделенные средства и каким видят свои дворы горожане, узнаем из материала Саргалана Захаровой. Фонтан в центре детской площадки во дворе дома Надзержинского 22-2, хоть и давно не работает, на дорогой для жителей исторический памятник. Еще в 70-х годах, когда дом только построили, он радовал местную детвору и всех жильцов. Проработав от силы всего пару лет, к сожалению, его отключили, но в скором времени он может вновь стать гордостью жителей. Именно его видят центром проекта по обустройству двора. Здесь очень много было детей. Это так было приятно. В основном дети были маленькие, с родителями. И как-то, знаете, такой вот, какой-то был птичий гомон. Мне очень это нравилось. Площадку жильцы и хозяйствующие органы держат в чистоте и порядке. На конструкции давно уже морально и физически устарели. Новый проект предлагают современные игровые зоны и места отдыха для всех возрастов. Для работы по данной программе у нас по каждому дому со стороны управы, сотрудники управы были кураторами. И мы создавали вместе с жителями инициативные группы, проводили общие собрания жителей, очень заочную форму. И таким образом полный пакет документов собирали. Требований очень много по этой программе. Программа нацелена не только на благоустройство дворов, но и парков, скверов, бульваров и других мест отдыха. На ее реализацию из федерального и республиканского бюджета в столице республики выделили 141 миллион рублей и столько же предусмотрели из муниципального бюджета. Треть этой суммы идет на общественные пространства, такие как сферы, бульвары. А две трети это на изменение и благоустройство дворовой территории. Туда включены минимальные перечни. Это освещение, благоустройство, асфальтирование тротуара, водоотведение, урны и скамейки. Ну и дополнительно, конечно, это игровые площадки, малоархитектурные формы, которые идут по различным статьям, либо это могут сделать жильцы сами. Отметим, что республика уже подписала два соглашения с Минстроем России на предоставление субсидий в размере больше 3 миллионов рублей и порядка 196 миллионов. Также регион софинансирует 461 тысячу и больше 24 миллионов рублей. А чтобы программа и дальше работала эффективно, в стране сформируют каталог лучших практик. В него войдут и проекты, которые будут реализовывать в муниципалитетах республики. Серглана Захарова, Александр Жуков, НВК Саха, Якутск.